Мир вам приветствовать, братья и сестры! Доброе утро всем! Мы продолжаем читать книгу «Деяния святых апостолов». Это книга историческая, и исторические книги большинству людей нравятся, потому что в этих книгах, в этих эпизодах, историях есть конкретные люди, конкретные события. Вот и «Деяния святых апостолов» — это книга историческая, и более того, она интересна нам, потому что эта книга о том, как христианство из Иерусалима стало распространяться к язычникам и достигла нас в XX-XXI веке, весь Евангелие достигла и нас, живущих сегодня. Я желаю прочитать Слово Священного Писания, книга «Деяния святых апостолов», 16 глава, и тема этого отрывка — ученичество. 16 глава, первые пять стихов. «Дошел он, апостол Павел, до деревьев и листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофея, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец — елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в листре и иконе. Его пожелал Павел взять с собой и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Проходя же по городам, они придавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвятерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом». Главное событие, которое относится здесь к ученичеству, это то, что апостол Павел заметил молодого человека Тимофея, он его называет ученик, некоторый ученик Тимофей, и апостол Павел принял решение взять его с собой. Хотел бы отметить, дорогие друзья, что сегодня, вот сзади меня, здесь есть молодые люди, подростки, мы их называем подростки, молодежь, молодые люди, братики, сестрички. Я думаю, что примерно в таком возрасте был Тимофей, и думаю, что он, как и многие из молодых людей, думал, кем он будет. Я думаю, что если я сегодня задам вопрос молодым людям, которые задают меня, вы уже знаете, кем вы будете? Можете поднять руку? Я уже знаю, кем я буду. Ну вот, несколько человек. Хотя, надо сказать, дорогие друзья, что я однозначно уверен, что каждый из них уже решил, что он будет христианин. Думаю, что Тимофей этот вопрос решил. Я буду христианин. И он, думаю, что обращался к Господу с просьбой, «Господи, мне необходима какая-то деятельность, я должен чем-то заниматься, я должен чем-то быть увлечен, расти в чем-то». Думаю, что для молодого человека, для молодой девушки, сестрички, очень важно уже определить, кем она будет, кем он будет. Это помогает нам достичь этой цели. Когда человек не знает, кем он будет, он думает, может быть, мне пойти сюда учиться, может быть, мне пойти сюда учиться, к чему мне предложить сердце свое, предложить душу свою, к чему отдать свое предпочтение. Я думаю, что цель, видимая цель, или как бы обозначенная цель, она придает человеку целеустремленность, и таким образом цель будет достигнута. Хотел бы обратить внимание, дорогие друзья, что у этого молодого человека, Тимофея, мать была иудеянка, еврейка, а отец был елен, грек. И хотел бы обратить внимание, что с того времени, когда человек берет какого-то человека к себе, чтобы что-то и выполнять, на работу или что, ничего не изменилось. Апостол Павел захотел услышать свидетельство об этом человеке. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что если мы хочем устроиться куда-то на работу, мы должны предоставить свои референсы или свои свидетельства, кто я, кем я работаю, и как я могу взаимодействовать с людьми, насколько я трудолюбив, насколько я вовремя на работу прихожу. Вот эти свидетельства. Человек, который хочет взять нас на работу, он хочет это слышать или видеть, или чтобы это подтвердили. И мы видим, дорогие друзья, что здесь апостол Павел спрашивает свидетельства, и братья, находившиеся в Листре и Иконе, свидетельствуют об этом молодом человеке. И апостол Павел это свидетельство принимает, это свидетельство его устраивает, и он принимает решение, чтобы взять его с собой. Но особенность тогда свидетельства, или особенность той миссии, которую апостол Павел взял и продолжал делать, она заключалась в том, что когда апостол Павел в первом своем путешествии, и это же продолжалось во втором его путешествии, а именно это, это второе путешествие апостола Павла, оно как бы складывалось из того, что они приходили в город и находили, где в этом городе синагога, и приходили в синагогу, и рассказывали, свидетельствовали, проповедовали о Господе Иисусе Христе. Чтобы их принимали в синагоге, им необходимы были вот такие необходимые условия. А именно, апостол Павел понимал, что в синагоге будут иудеи, евреи, и нас туда даже не пустят, если они узнают, что этот молодой человек, у него мать еврейка, отец не еврей, но он не обрезанный, и поэтому не сделал этот обряд, его даже не допустят. Поэтому это будет препятствие для служения апостола Павла. И он принимает решение, чтобы обрезать его, и он говорит, ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был еле. Вот такая история, дорогие друзья, и это вот живой пример. И я хотел бы сказать, дорогие друзья, что само понятие ученичества, это когда происходит обучение профессии под руководством мастера в процессе деятельности. Считается, что это наиболее продуктивная, наиболее такая успешная форма обучения, когда мастер берет себе несколько учеников и учит их. Мы находим на странице Священного Писания, когда Иисус Христос взял себе учеников, их было двенадцать, и учил их. Сам апостол Павел учился у ног Гамалиила, и это считалось очень достойным тогда образованием. Гамалиил был известный учитель, и апостол Павел получил образование, непосредственно находясь близко к этому ученику, к этому учителю Гамалиилу. И как я отметил, дорогие друзья, это было второе путешествие на апостола Павла, и первое путешествие это был 48-й, примерно 51-й год нашей эры. Сегодня мы знаем уже 21-й век, и этой истории уже много веков, и тем не менее это сегодня актуально. И второе путешествие было примерно около двух лет спустя, это примерно, я извиняюсь, второе путешествие было 48-51 год, а первое путешествие 45-46. Особенность второго путешествия заключалась в том, что апостол Павел и бывшие с ним останавливались в Коринфе сроком на 18 месяцев. И в первое путешествие он брал с собой Варнаву, и для помощи или как для служения они брали с собой Иоанна. Но Иоанн на каком-то этапе оставил их и вернулся в Иерусалим. И это не очень понравилось апостолу Павлу, и я думаю, что после этого он стал более внимательным к тому, кого с собою брать. И во второе путешествие он взял с собой силу, как сотрудника, сила – это имя, как сотрудника. И вот когда они пришли вот в этот город, деревья и листры, то они вот здесь взяли с собой Тимофея. Во второе путешествие они также, как и в первое путешествие, вышли из Антиохии. И если раньше они поплыли морем к острову Крит, то теперь они пошли пешком, они пошли через Сирию, поднялись немножко вверх, и потом пошли вот по этой Малой Азии, то, что сегодня мы можем представлять, как Турция. Вот такое путешествие. И хотел бы обратить внимание на некоторые впечатления, которые уже апостол Павел имел об этом месте, а именно город Листра. И в этом городе мы находим, что в первом путешествии апостол Павел исцелил хромого человека, который был хромой с детства. И когда он исцелил его, что это был такой большой подъем и восхищение в народе, и люди сочли их за богов и хотели им даже принести жертвоприношение. И с большим трудом апостол Павел и апостол Павел и Варна в этом первом путешествии остановили этих людей. И еще особенность одна, что в этих же местах апостола Павла побили камнями и вытащили за город, почитая его уже мертвым. Таким образом, находясь вот в этом месте у апостола Павла были такие вот определенные воспоминания. И думаю, что выбор был серьезный. Тем более, что в те времена и даже в последующие, в древние времена, когда мастер или какой-то человек брал себе человека в ученики, он брал на себя всю ответственность за этого человека. Этот человек как бы становился частью его семьи, как сын или как дочь. И этот человек его и питал, и содержал. И даже иногда в договорах, если составлялся договор на образование человека у определенного мастера, даже подписывал, что мог наказывать по делу. То есть этот мастер нес полную ответственность за этого ученика. Я думаю, что многие из нас могут вспомнить из своей жизни, что когда они окончили какое-то образование, какое-то учебное заведение, приходили на предприятие, и там были тоже мастера, которые уже как бы имели опыт на месте или на производстве. Они обычно говорили, что ходи за мною, смотри и ничего не трогай. И если когда приходило время, что начинать что-то можно уже, вот я тут рядышком стою, ты можешь вот это сделать, можешь вот это сделать. Они говорили, ну прежде чем что-то делать, ты все забудь, чему тебя учили. То есть мастер на производстве или в каком-то деле, в каком-то деле, вот он как бы человека, конечно, образование имеет свое значение, и теория имеет свое значение, вот, но когда человек сталкивается с конкретными вот такими действиями, с конкретным производством или с конкретным делом, вот, там совсем происходит по-другому. Я думаю, что апостол Павел, когда отправлялся в первое путешествие, в свое миссиодерское, он абсолютно не предполагал, что его побьют камнями. Однако он с этим столкнулся. Я думаю, что это было Божие исцеление, потому что он был побит камнями, и все думали, что он мертв. Но он поднялся и пошел в город Дерви. Слава нашему Господу, дорогие друзья, что мы имеем этот пример на странице в Священное Писание. Я хотел бы сказать, дорогие друзья, что сам процесс обучения, он очень энергоемкий. Говорят, что умственная деятельность человека, когда человек работает головой, применяет свой ум, разум, мозг, он забирает из организма до 30% всей энергии. То есть это очень энергоемкая деятельность. И когда человек учится, вот, замечено, что когда человек учится, то есть такие, как бы, учителя делают некоторые какие-то такие учебные приемы. Допустим, ты позанимался 20 минут, смени деятельность. У нас в воскресной школе, когда дети позанимались там 15-20 минут, им меняют деятельность. Допустим, а теперь ты сделай раскраску. И когда ребенок делает раскраску, по той же теме, вот, он и из темы не выходит, и меняет свою деятельность. Говорят, моторика, когда человек делает что-то руками. Иногда голова, память наша уже забыла, а руки еще помнят. Или когда мы уже что-то нарисовали, или что-то сделали руками, нам говорят, а теперь мы сделаем сценку, когда дети участвуют непосредственно в каком-то событии, в какой-то деятельности. Я думаю, что и в нашей жизни мы заметили, дорогие друзья, когда мы что-то делаем, когда что-то мы хочем понять, что-то хочем принять для себя, что-то изучить. И мы меняем деятельность. И вдруг замечаем, что у нас вдруг появляются какие-то мысли, какие-то появляются идеи. Спержин очень любил прогулки. И он заметил, что когда он прогуливается, идет, у него появляется, как бы обостряется мыслительный процесс, у него появляются мысли, какие-то идеи. Один брат говорит, что я очень усердно должен был готовиться, какой-то конференции, я обложил себя всякими методиками, всякими книгами, и читаю, смотрю, а лист пустой, нечего записать. И потом он думает, ладно, оставлю я все это, и пошел, взял пылесос, тряпку, начал убираться, все, что-то там помог жене в кухне, все, и вдруг смотрит, у него появляются мысли, у него появляются идеи, и говорит, я не успеваю записывать. Таким образом, дорогие друзья, учебный процесс или ученичество, это очень непростой процесс, это очень сложный процесс, и от преподавателя, от учителя очень многое зависит, как этот процесс построен. Я думаю, что многие в жизни могут сказать, а мне с учителем повезло. Я люблю физику, потому что у меня был замечательный учитель. А другой говорит, а я люблю литературу, потому что у нас была замечательная учительница по этому предмету. Я думаю, что от этого очень многое зависит, но многое зависит и от студентов, многое зависит от нас. И вы знаете, что процесс обучения начинается с ранних, с ранних дней, когда мы только приходим в этот мир, мы вдруг осознаем, и все наши привычки, и все наши поведенческие привычки, и все наше социальное поведение, оно полностью воспринимается нами через учение или через образы. И вы заметили, дорогие друзья, думаю, что и мы еще помним, что первые наши рамки нам ставят, когда мы что-то начинаем сознавать. Когда нам 3-4 года, мы уже ходим и что-то понимаем, здесь вдруг появляются первые рамки. Туда тебе ходить нельзя. Смотри на дорогу, не выбегай. Смотри к горячему, не прикасайся. К краю не подходи, это опасно. Появляются первые рамки, и мы начинаем что-то узнавать в этом мире. Я думаю, что замечено, и мы заметим все, что ранний возраст, когда наша память, наш разум, как чистая книга, процесс обучения проходит более успешно. И вы заметили, дорогие друзья, когда наши дети прибыли сюда, в эту страну, то они очень быстро освоили язык вот этих людей, где мы живем. И я думаю, что, я замечаю, что и многие взрослые имеют способность учиться, они тоже обратили на это внимание, и многие знают английский язык достаточно прилично. Но для молодых людей это дается намного проще. Поэтому очень важно воспринимать необходимый запас вот этих знаний, вот этих опытов, этих навыков, когда это наиболее легко воспринять. Замечено, что молодые люди еще учатся потому, что у них более гибкая психика, они более легко приспосабливаются. Вы знаете, в армию берут молодых людей. Знаете почему? Потому что они более способны легче подчиняться приказу. Когда человеку 25 и больше лет, он уже начинает думать и оценивать то, что ему говорят. А молодые люди, молодые люди, они более гибкие, более гибкие психологически. Я бы хотел обратить внимание, дорогие друзья, на некоторые качества ученика. Я думаю, что для нас это очень важно, потому что мы, как христиане, мы продолжаем учиться всю жизнь. И замечено, что если учитель перестал учиться, он вскоре перестанет быть и учителем. Поэтому процесс обучения, мы что-то всегда узнаем. И в нашем мире, окружающем нас, что-то постоянно меняется, нам постоянно надо к чему-то приспосабливаться, на что-то обращать внимание. Многие приехали в эту страну, никогда не водили автомобиль. И вы заметили, что вы не сразу поехали. С вами кто-то рядом был и показывал вам, и говорил, на что нажимать, на что не нажимать, куда смотреть, и куда не смотреть. Вот, процесс обучения. И один из первых таких правил процесса обучения, или качества ученика, это связь с учителем. Мы читаем в книге Евангелия Марка, в 13 главе, что когда Господь Иисус Христос выбрал и поставил 12 учеников, то мы читаем, чтобы с ним были. Очень важно, дорогие друзья, чтобы ученики были с учителем. И сегодня большая проблема, не только здесь, в нашей стране, и во всем мире, ученики не могут быть с учителем. Непосредственно. Сегодня говорят, что на удалении так безопаснее, и так можно тоже учиться. Можно. Но непосредственный контакт, он передается не только голосом, он передается эмоциям, информация передается эмоциями, информация передается какими-то жестами. То, что мы не можем передать даже через скайп или другие средства, через которые сегодня общаются, чтобы учиться. И вот очень важно сегодня, и я слышу, что многие люди даже молятся, чтобы опять возвратились те условия, когда дети могли бы пойти в школу. Тем более, тем более родителям не так уж и просто как бы справляться с детьми, которые сегодня дома, и родителям многим приходится осваивать и английский язык, и всю программу детскую, чтобы помогать детям, потому что дети не могут быть, находиться дома одни. И римский философ Синека, он так сказал, долгим путем ведет наставление, а личный пример коротким и прямым. Наставление, когда мы получаем какое-то образование, какое время от времени нам дают какую-то информацию, мы это получаем, усваиваем, а когда вот личный пример, это действительно прямой путь и короткий путь. Второе качество, которое необходимо для ученика, это любовь. И Господь говорит в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Поэтому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Дорогие друзья, любовь между собою. Любовь к Господу, любовь к ближнему своему. Заметьте, дорогие друзья, какой порядок в нашей жизни. Сначала наши отношения с Учителем, с нашим Господом, Иисусом Христом, затем наши отношения с ближними, с людьми, и затем только обращение к нам. И обращение к нам происходит вот как. Повиновение Его Слову. Это обращение к нам. Господь обращается к нам. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. Пребывание в Слове, чтение, изучение, размышление, пребывание, применение в жизни своей, это очень необходимо и очень важно. Это качество ученика пребывать в Слове нашего Господа Иисуса Христа. Еще одним качеством, оно как бы вытекает из предыдущих качеств, это принесение плода. И я думаю, что многие родители, помогая своим чадам, детям, учиться в образовании, они понимают, что эта учеба, это образование должно принести плод. Мой сын или моя дочь, они должны в жизни иметь успех, это образование им поможет смотреть на этот мир более взвешенно, более как бы трезво. И одно из качеств, которое из этого вытекает, это принесение плода. Тем прославится Отец мой, Небесный, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Так говорит Господь Иисус Христос. И слава нашему Господу, что сегодня мы видим плоды, плоды Слова Божия и проповеди. Сегодня, даже в это непростое время, Слово Божие звучит, Слово Божие продолжает распространяться. Слава Ему! Ещё одно качество, дорогие друзья, которое должно быть у каждого из нас, это постоянство в учёбе. Постоянство в учёбе. Как только мы перестаем учиться, мы либо останавливаемся, либо двигаемся в противоположную сторону. Так наша устроена душа наша, или как бы греховная сущность наша, что она плохо учится. Вы знаете, что истины, которые изложены в странице Священного Писания, они очень древние, но они очень истинные и устоявшиеся. А мы должны постоянно их повторять, чтобы они отобразились в жизни нашей. Постоянство в учёбе. И цель учёбы, чтобы глубже познать самого Господа и быть подготовленными для выполнения Его великой миссии. Идите, научите все народы. Хотел бы обратить внимание, дорогие друзья, что учёба, учёба доступна каждому. И среди учеников нашего Господа Иисуса Христа были люди, ну, как минимум, треть из этих людей были очень простыми людьми. Они были рыбаки. Поэтому учёба доступна каждому. Я заметил, что многие люди очень успешны в учёбе, и у них получается, как будто всё легко, на ходу, на бегу. А есть люди, которым нужно посидеть, почитать, посмотреть, ещё почитать, ещё обратиться к этому, поразмышлять. Вот. Но учиться, учиться может каждый. И учиться должен каждый. Учёба доступна для каждого. Хотел бы обратить внимание, дорогие друзья, что, проходя по городам, они придавали верным соблюдать определение. Я хотел бы напомнить, что апостолы в Иерусалиме, они выработали определение для язычников, потому что там возник спор, и люди, иудеи из Иерусалима, вот, шли за апостолом Павлом и смущали многих людей, которым проповедовал Павел, и говорили, что всем уверовавшим, которым уверовали от проповеди Павловой, нужно ещё и исполнять вот эти все обряды, все вот те обряды, которые исполняли евреи. Вот. И апостол Павел говорил, что это умоляет кровь Иисуса Христа и подвиг Иисуса Христа. Если крови Иисуса Христа и подвига Иисуса Христа разве недостаточно для того, чтобы иметь спасение? И с этим вопросом они обратились в Иерусалим, и мы, братья, рассудили. И мы читаем в 15 главе, в предыдущей главе, 28 стихом, «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавленной, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая себя, хорошо сделайте, будьте здравы». И вот, проходя по городам, они возвещали это людям, проповедовали Слово Божие, и 5 стих, «Возвещает нам и церкви, утверждались верою, и ежедневно увеличивались числом». Слава нашему Господу, дорогие братья и сестры, что Господь благословил подвиг апостола Павла, подвиг веры. И он взял с собой Тимофея, и Тимофей был рядом с апостолом Павлом и учился этому делу благовестием. И это сегодня является также для нас великим поручением Господа, «Идите, научите все народы, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Благодарение нашему Господу, дорогие друзья, что это Слово достигло и до нас. Я хотел бы сегодня призвать нас поблагодарить Бога за то, что и мы сегодня являемся учениками нашего Господа Иисуса Христа. Хотел бы в заключении также сказать, что сегодня очень также актуально из того, что апостолы Павла говорили, все, но особенно будьте здравы. Будьте здравы духовно, будьте здравы физически. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.